Мы с вами сделали большую вместе работу на агрономическом совещании в Москве и Роман Владимирович докладывал и другие выступающие о том, что в прошедшем году получен рекордный урожай. По одним данным 155, по другим 153,8 зерновых и зернобобовых. Это огромный вклад в продовольственную безопасность не только нашей страны, но и других стран мира, можно сказать. И если говорить о пшенице, то вот взять 90-й год, получили в Российской Федерации около 50 миллионов тонн, а в этом году превысили в два раза этот показатель 105,5 миллиона тонн. И если говорить о Краснодарском крае, средняя урожайность в нашей стране в этом году составила 32 с небольшим центром зерна с гектара. Если говорить о Краснодарском крае, здесь присутствуют наши коллеги из многих регионов. Как и в прошлые годы, Краснодарский край занимает первое место по урожайности. Урожайность пшеницы мягкой и твердой вместе составила 1,67,4 центра зерна с гектара при очень большом валовом сборе. Поэтому если посмотреть по результатам уборки в разных районах нашего края Краснодарского, то урожаи достигали очень больших показателей 76-75. И таких районов было больше 15, которые достигли урожайности более 70 центров зерна с гектара. И если посмотреть, какие же сорта занимали эту площадь, то даже меньше 0,1% это были инорайонные сорта наших ближайших конкурентов. Это зерноград, это Ставрополь. И видите, вот такое генетическое разнообразие сортов, оно дает высокую устойчивость урожаю в процессе лет, по годам, по предшественникам. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы всегда показываем свои урожаи. И урожаи у нас достигают и 12, и 13 тонн сегодня с гектара, по третекали 14. Но вот нам очень приятно было в этом году, конечно, хозяйство Казминское, они уже не первый год 100 центровые урожаи получают. А вот здесь Лобинский район, Иван Федорович вот сегодня выходил, получал нашу благодарность. Вы видите, и сорт Новый Школа, и Гром, и сорта такие, как Гомер, в хозяйстве дали урожай более 100 центров зерна с гектара. У меня часто спрашивают, вот вы получаете такие урожаи, а когда же будет этот реализован генетический потенциал? Ну вот прошедший год он явился тому доказательством реализации потенциала наших сортов. Сегодня вот будет выступать Сергей Сергеевич, генеральный директор родника Тихорецкого. Вот я удостоилась такой чести в этом году быть на комбайне вместе с ним. Он сидел за штурвалом, а я рядом, и мы убирали с ним сорт Алексеевич. И сорт Алексеевич, вот, мы убирали, и он 87 центров, точно я не помню, 80... Почти 90, потому что мы уже уехали, они доубирали это поле. Вот, поэтому вот ассорт Мане, если бы мы пересчитывали на 14% влажность, то он бы, конечно, был более 100 центров, потому что его урожайность была очень высокая. На небольшом, конечно, 9-гектарном поле это размножение нового сорта. Давно и успешно мы работаем с хозяйством участия Новокубанского района. И вы видите тоже очень высокие урожаи новых сортов, причем при низких нормах высева. Ну и надо сказать о Ставропольском крае. Это наши сорта занимают Ставропольском крае в прошедшем году 72,3% и самые высокие урожаи со всей площади дали сорта Краснодарской селекции. Вы видите разнообразие наших сортов здесь показано в Ставропольском крае. И, конечно, колхоз, племзавод Казминский и Александр Васильевич сегодня выходил, и когда мы встречаемся на поле, у них он всегда говорит нет. Мелочей нет, потому что, во-первых, обработка почвы должна быть идеальной, если мы хотим получать более 100 центровых урожая. И вы видите, в прошлом году их урожаи были очень высокие, и это очень нам приятно. Честно вам признаться, даже приятнее, чем мы получаем 120 или 130, потому что когда в производстве есть такой выхлоп, для нас это подтверждение наших результатов нашей селекции. И здесь вот я показываю еще Ростовскую область, хозяйство 50 лет октября Неклиновского района. У них тоже они подарили караваев, в котором мане был выделен другим цветом, потому что тоже при пересчете на 14% влажность 96,8% они получили урожай. И вообще очень высокий урожай. Это хозяйство тоже семеноводческое, оно мощно занимается семеноводством наших сортов. Надо, товарищи, отметить, что мы урожай считаем при той влажности, при которой убираем. А вы же знаете, что вообще урожай приводится при 14% влажности. То есть, если перевести влажность на 14%, то, Михаил Николаевич, урожай в нашем крае будет еще выше, понимаете. Теперь я хотела бы несколько слов рассказать о распространении наших сортов. Черноземная зона нашей страны, Белгородская, Воронежская. В 2021 году всего по региону наши сорта занимали 50,6%, а в 2022 году уже 61,3%. То есть, распространение сортов наших растет. И это залог того, что ваши усилия по семеноводству, они будут хорошо оплачены, будут эффективными. Потому что есть кому продавать, есть где продавать. Это вся страна. Вот, прикинули мы площади поселок наших сортов по пшенице и третикале в Российской Федерации. Вот, по центральному округу, видите, ну здесь северо-западный, здесь азим их, считайте, нет. Южный, федеральный, северокавказский. И в целом 8 миллионов 750 тысяч. Вот такое распространение сегодня наших сортов. Почему так? Потому что наша селекция идет мощно вперед. У нас, как я много раз докладывала, несколько селекционных программ с полным набором селекционных питомников, с разным генетическим материалом. Все это дает нам продвижение в отношении гетерозиса, в отношении, есть сорта, которые имеют закрепленный гетерозис. И здесь представлено с 2000 только гром в 10-й год, остальные сорта вот с 12-го года, за 11 лет, 54 сорта, которые допущены к использованию. И здесь вот эти циферки, вы видите, это регионы допуска. То есть это 4, 3, 4 и 5 регионов, по которым наши сорта допущены к использованию. И вот прошедший год был очень успешным для нас, потому что сорт граф, который был районирован ранее, его районирование было распространено на 2-й и 3-й регион, то есть северо-западный и центральный регион Российской Федерации. То же самое по Грому. Это уже пятый регион, на который распространили районирование сорта Гром, потому что он эффективен. Вы видите, что во Владимирской области он дал плюс 5,3, в Рязанской 6,4, прибавка урожая. И сорт Сворог, который тоже расширена зона районирования по северо-западному и центральному региону нашей страны. Прибавки здесь от 1,8 до 6 центров зерна с гектара. А также по сорту Юка. Вот сорта, которые были районированы, вы видите, 10 лет назад, они продолжают двигаться на север сегодня. И сегодня вот наш сорт Юка во Владимирской области, средне-поздний сорт, в Рязанской дает прибавки 5-6 центров зерна с гектара. Для того, чтобы получать высокий урожай, необходимо иметь большое количество семян высоких репродукций. И я думаю, что вот семена Юга России, центральной зоны России, они самые урожайные, в них аккумулируется солнечная энергия, которая потом выплескивается, и урожая зерна. Ну и я вам несколько раз говорила о том, что сегодня у нас сорта, которые, ну вот здесь показаны за 5 лет, сорта, которые допущены к использованию. Пшеницы мягкой, твердой, полбы, тритикали, азимых, яровых сортов. Вот они в 23-м году вот допущены к использованию целая серия сортов. В 24-м году тоже идет за ними целая плеяда сортов. И 25-й, и 26-й, до 30-го года уже обеспечены сортами. Потому что то, что будет передаваться в 23-м году в государственное сортоиспытание, это придет в производство на ваши поля в 28-м, 29-м, 30-м году. И сегодня, в этом году, в 23-м, допущены к использованию суперскороспелый сорт «Изабель», который колосится и созревает на несколько дней раньше, чем сорт «Юбилейная 100», который многие до сих пор еще используют. Сорт «Кольчуга», они включены по 6-му региону. Новый сорт «Песня» по двум регионам России. «Победа-75», яровые сорта «Данка», «Кулич», «Гольдварг», это «Тритикалия», «Явор». И если посмотреть на карту России, то вы видите, все земледельческие районы России, в них районированы наши сорта, допущены к использованию. Здесь, конечно, дальневосточные, здесь озимых сеется мало. Но здесь сейчас я покажу. И только 11-й регион еще нами не покорен, можно сказать. Это восточно-сибирский. И здесь я хотела представить результаты испытания сорта «Кольчуга» на сортоучастках нашей страны. Вы видите прибавки к стандартному сорту. Это данные не наши, это данные государственных сортоучастков. Сорт «Песня» на сортоучастках центральной зоны и шестой в северокавказском регионе и центральном регионе. Прибавки тоже достаточно высокие. Ну и вот сорт «Победа-75», он допущен по трём регионам Российской Федерации. Это центральный черноземный, северокавказский и нижневолгский. И также вот я вам представляю данные сорта участков. Здесь, ну и вот эти прибавки, вы понимаете, они не просто так получены, потому что наша селекция ведется с использованием всех методов адаптивной селекции. Это и провокационные фоны, это инфекционные на ранних этапах селекции, это сроки сева и нормы высева, это предшествующие культуры, потому что ни в одном научном учреждении не испытываются сорта по четырём предшественникам, как у нас, и ещё по трём на Северокубанской опытной станции. То есть семь предшественников ежегодно, понимаете, какой адаптивный потенциал мы закладываем, и те, которые не соответствуют, всё это идёт, выбраковывается. Ну и каждый год группа паспортизации под руководством Игоря Николаевича Кудряшова даёт паспорта новым сортам всем, которые испытываются. И в том числе вот я привожу немножко сорт Победа 75, он показывает, что ёмкость синоза варьировала в 21-22 году у сорта Победа 75 от 25-26 тысяч зёрен на квадратном метре, и минимальное было около 11 тысяч зёрен. Но при хорошей массе тысячи зёрен Победа может формировать довольно высокий урожай. Поэтому Игорь Николаевич делал вывод о том, что сорт Победа 50, конечно, для неё лучше всего высокие агрофоны, лучшие предшественники, но вполне она может выращиваться на средних агрофонах и давать высокий урожай. Причём на средних агрофонах она может выращиваться как малопестицидный сорт, потому что у неё много положительных качеств по устойчивости к патогенам. Это вот массив нашего питомника контрольного. Вы видите, если всё ещё находится в зелёной молочной спелости, то кубань уже созрела. Наши данные показали, что сеять её минимальными нормами 3,5 миллиона ни в коем случае нельзя, поскольку ультраскороспелые сорта, Александр Васильевич давно нам это рассказал, необходимо загущать, потому что, как правило, мощный выход в трубку и даёт растение один колос. Поэтому формировать продуктивный колосостой необходимо за счёт нормы высева. И вот при норме высева 5,6,5 миллионов мы и 140 килограмм аммиачной селитры, мы получили 750-720 колосев на 1 квадратный метр. И вы видите, урожаи получились у нас за 100 центров. Вы понимаете, что это мелкоделяночные опыты. Можете уменьшить на 20-25%, 75% у вас в производстве обязательно будет. Мы раньше мало внимания уделяли яровым сортам, потому что логистика. Мы здесь, это озимосеющие регионы, а яровые выращиваются далеко, на востоке, на севере, на западе. И, понимаете, даже продать эти семена, это получается очень сложно. Но в последнее время получилось так, что яровая пшеница, в сортименте яровой пшеницы, иностранные сорта получили очень большое значение. Потому что сегодня сорта отечественной селекции, яровые, занимают 72%. Если озимые высеваются на 92% в стране сортами отечественной селекции, то яровыми 72%. Поэтому мы решили, что мы тоже за это в ответе, и решили заниматься в большей степени яровыми. Это направление селекции двуручки, создание двуручек и яровых мягких пшениц. И вот за последние годы такие сорта, как Курьер, который районирован по 5-6, районирован в Казахстане. Сорта двуручки Анка, Велена, Караван, Таулан, Лео, которые допущены по 6-му региону. А вот в прошлом году сорт Тая допущен по 3-му и 4-му региону Волговятскому и Центральному району, региону Российской Федерации. И два сорта яровой пшеницы, созданные нами, которые допущены в этом году. Это сорт Данка и сорт Кулич. Вы видите количество регионов, это широкая адаптивность. Их урожайность у нас в опытах по паспортизации. Это в прошлом году, это уровень за 50 центеров зерна с гектаром. И государственные результаты государственного сорта испытания, сорта Данка, показывают, что он имеет преимущество в Северокавказском, Нижневолгском и Западно-Сибирском регионе. В Кемеровской области он превзошел стандарты на 3,6 центера зерна с гектара. Я в Томске дал 84 центера зерна с гектара. Это средний ранний сорт с высокой засухоустойчивостью, с прекрасными хлебопекарными качествами. Это сильная пшеница. Поэтому семеноводство мы ведем. Пожалуйста, можно заниматься семеноводством. Можно выращивать в каком-то объеме на юге Российской Федерации. Второй сорт – это сорт кулич. Он районирован по шести регионам Российской Федерации. Это северо-западный, центральный, северо-кавказский, нижневолгский, уральский и северо-западно-сибирские регионы. И его преимущество перед стандартами здесь тоже показано. Высокие прибавки. В сорте кулич есть транслокация пырейная. И она дает окраску мякишу, желтую, кремовую. Как будто мы добавили яиц и выпекаем из этой муки хлеб. Поэтому рекомендуем этот сорт тоже для семеноводства. Сегодня мощно мы занимаемся селекцией твердой пшеницы. И у нас целая серия сортов и азимых, и яровых, которые допущены к использованию. И колба. Семена всех сортов у нас есть. Пожалуйста, можем вам предоставить, если кто хочет и будет заниматься, яровой пшеницей. Мягкой, твердой. И сорта тритикали. Тритикали, районирование. Вы видите, широкий допуск, мощная адаптация. Но Владимир Владимирович Панченко об этом подробно расскажет. И вот тритикали у нас не районированы только по 11 региону России. Лучшие сорта пшеницы и тритикали для весеннего сева. Вот, пожалуйста, эта таблица. Мы даем все, чтобы никаких проблем у вас не было. Чтобы у вас было все. И мягкие, и твердые тритикали, и азимые, и яровые. И вообще все для того, чтобы вы получали высокие, устойчивые урожаи и высокое качество зерна. Вы знаете, у многих институтов есть очень много сортов. Но семеноводство ведут один или двух сортов. Мы ведем ежегодно семеноводство. Вот, 22-й год, 107 сортов разных культур. Этим занимается весь отдел. Ну, я вам с полной ответственностью скажу, что в мире нет такого другого учреждения, которое бы несло на своих плечах вот такое огромное семеноводство. Ну и вот мы в этом году создали и передали в государственное сортоиспытание. Просто как название для вас я здесь представляю. Один назвали Донбасс, Нона, Дюна, Шлем, Меч. Все военная тематика, да? А это сорта, которые мы создали совместно. Вот здесь у нас Павловская Нива, наши коллеги присутствуют. И с ними вместе и АО «Артель», и Курский фанц, и Верхневолвский фанц. В этом году мы боремся за биомассу на юге России. Потому что при дефиците влаги растения, даже те, которые кустились, образовали ксероморфные побеги, небольшие, короткие листья. Все это такое ориентированное на засуху, понимаете, да? Для того, чтобы ориентированное на засуху, как правило, потом и не дает высоких урожаев. Поэтому сегодня нам надо сделать все, чтобы дать... Ну, вы лучше знаете каждому полю свое внимание. Но все-таки первая подкормка должна быть короткая, быстрая и ударная. Это, на мой взгляд, на тех полях, где не переросшие, где нуждаются в наращивании побега-вкущения. Потому что если у вас в поле 600 побегов, это не значит, что они станут колосими. Для того, чтобы они стали репродуктивными, надо, чтобы они постоянно были в доступном состоянии. У них должны быть азот и все остальные вещества. А если мы когда-то начнем кормить, через две недели оно поступит в растения. Ну, одним словом, вы понимаете. Ну и я вам все это рассказала. И поэтому я вам желаю высоких урожаев. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ